Ну а наш эфир продолжается и, конечно же, в нашей студии гости. Я и готова представить. Это Александр Гончаров, член команды КВН «Полуостров» и Рустем Ибрагимов. Также играют в команде КВН «Полуостров». Доброе утро, ребята. Рассказывайте, как началось утро у КВНчиков. У нас сейчас утро у КВНчиков начинается с того, что все мысли отправлены в процесс подготовки, потому что, видимо, нам отведена эта почетная миссия сообщить, потому что впервые за последние 10 лет крымская команда будет выступать в высшей лиге на Первом канале по результатам Сочинского фестиваля. Именно мы стали той командой, которая будет представлять Республику Крым. Поэтому сейчас каждое утро начинается именно с мысли о том, что нужно готовиться, скоро игра. Как вы готовитесь? Ну, Стэм, как ты готовишься? Ну, кроме того, что мы морально очень сильно готовимся, мы также собираемся командой, репетируем, что-то придумываем, что-то пытаемся прогадать так, чтобы игра действительно получилась такой, как мы видим ее. У вашего выступления, кстати, где оно пройдет? Оно пройдет в городе Москва. В Москве. У вашего выступления в Москве есть уже какая-то концепция, какой-то лейтмотив, может быть? Ну, конкретно к этому выступлению нет. У нас есть общая концепция команды, которой мы наверняка будем придерживаться и в дальнейшем. Как вы, Жану, поделитесь? Мы пишем смешные шутки. Я думаю, что это утверждение универсальное для всех команд КВМ. Я думаю, что... Или есть не смешные команды? Есть смешные и очень смешные, как говорит один член нашей команды. Так, подождите, я знаю, что у некоторых команд еще есть не смешные шутки. Так вот, расскажите, в чем секрет, как же написать смешную шутку? То есть вы садитесь, отсматриваете какие-то стендап-серии, каких-то комиков слушаете? Или все-таки все из интернета, или что-то есть эксклюзивное? Ну, я так скажу, точно не из интернета, точно не из газет, потому что это в любом случае называется плагиат, если ты где-то что-то подсмотрел и использовал в своем выступлении. Это запрещено строго. Это, ну, опираясь на какие-то наши крымские, возможно, темы, общеактуальные темы, мы берем эти темы и пытаемся вывернуть их в шутку, то есть превратить какой-то тезис в шутку. Александр, какие главные качества для КВНщика? Мне кажется, уже они менялись, это мировоззрение у меня, по крайней мере, менялось. Вы расскажите о эволюции своих взглядов. Сейчас я считаю, что... Нет, нет, давайте начнем с того, как вам оно было, то есть эволюция, как это все происходило. Это происходит следующим образом. Тебе кажется, что вот то, что ты делаешь, точно смешно, обязательно нужно верить в то, что ты делаешь, а с опытом ты приходишь к тому, что в КВН выигрывают мысли, и чем твоя мысль будет интереснее, то есть мысль, положенная в шутку, но когда эту шутку человек, прослушав, понимает, о чем ты хочешь сказать, это и есть самое ценное. И продуцирование мысли, это, наверное, главное качество КВНщика. Иными словами, мысль должна иметь шутка, должна иметь двойное дно. Ну, не то, чтобы двойное дно, не настолько глубоко, но чтобы у человека было понимание, зачем ты это сказал. Просто, как бы смешно, у таких много команд. А в высшую лигу уже берут тех, кто действительно может транслировать какие-то мысли. Рустем, скажите, сколько членов у вас в команде? Шесть, правильно? Шесть, плюс администратор и директор команды. Во всех командах так? Нет, это же нет каких-то стандартов, любая команда. Бывали команды, где два человека, бывали команды, где 30 человек. То есть это сама команда решает, здесь нет какого-то определенного количества. Почему вы решили остановиться на цифре шесть? Это тоже процесс эволюции. Нас было вначале больше. Мы представляем Крымский федеральный университет, то есть база действительно большая, выборка людей тоже большая. Но в процессе уже, когда идут телевизионные игры КВН, мы два года отыграли в телевизионной первой лиге КВН. В прошлом году у нас был первый эфир на первом канале на фестивале «Голосящий Кевин». В процессе подготовки, чем сложнее подготовка, тем меньшее количество людей готово столь сильно погружаться в этот процесс. А расскажите, как попасть в высшую лигу? То есть вы для того, чтобы пройти в финал или в полуфинал, вы приезжаете. То есть надо подавать свою заявку, либо это какие-то этапы. Есть региональный уровень, российский уровень. Как это все происходит в КВН? Александр, более лаконичный. Все сильно сложнее. Примерно в нашей стране играет 10 миллионов КВНщиков. На Сочинский фестиваль каждый год приезжает около 500 команд. И только 20 команд попадают в высшую лигу каждый год. То есть из 10 миллионов 20 команд. Это очень маленькое количество. И вы в этом числе, в этой 20-ке. Именно в этом числе, да. Счастливая 20-ка. У меня такой вопрос созрел. Вы сказали, что команда сформирована на основе студентов КФУ. Но мы знаем, что в КФУ входит много разных вузов. Все-таки базис команды, ОСТОВ. На каком вузе содержится? Медицинский, бывший пеналин? Сейчас это уже выпускники. Уже в нашей команде не осталось студентов. Потому что все в процессе этого долгого пути в высшую лигу уже отучились, выпустились. Кто-то работает в университете. Нет такого базиса. У нас со всех и физики, и экономисты, и журналисты. Совершенно с разных направлений. Расскажите, а что дальше? Вы попали в высшую лигу. Хорошо, выигрываете, не выигрываете. Мы, конечно же, вас будем поддерживать. Надеюсь, что наши зрители тоже будут смотреть эфир. И обязательно за вас голосовать, аплодировать дома перед своими экранами. Что дальше? 27 февраля состоится 1-8 высшей лиги. Мы попали в такую достаточно серьезную подгруппу. Мы будем играть с тремя командами. Всего 4 команды в игре. Будет играть сборная Большого Московского государственного цирка. Господина Запашного. Команда, которая уже была финалистами высшей лиги. Мы будем играть с командой Громокошки. Липецк. Это команда чемпион премьер лиги позапрошлого сезона. Они участвовали уже в высшей лиге. И команда Волжани, представляющая сам ГТУ. Самара. Это полуфиналисты прошлого сезона. То есть, ну, как бы сложная группа. Группой смерти ее называть нельзя. Но, тем не менее, она тоже. Александр, кого боитесь? Расскажите. Больше всего. Рустема. Мне кажется, что Рустема не стоит бояться. Он, по крайней мере, далеко от вас. А у нас здесь работает очень много людей, которые вас спасут. Команды какие сильные. Действительно, изучаете вы. Вот, например, спортсмены, прежде чем выйти на ринг, они очень тщательно изучают своего соперника. А вы смотрите выступления своих соперников? Мы, безусловно, сейчас мы не смотрим выступления. Потому что мы, в принципе, все эти команды знаем. Мы, потому что все это время тоже смотрели КВН. И мы понимаем, что это за команды. Плюс на Соческом фестивале мы ходили регулярно в просмотровый зал, где редактора и Александр Васильевич просматривают команды. И, то есть, мы вживую тоже наблюдали своих будущих соперников. Поэтому в данный момент, наверное, нам это не требуется. Безусловно, мы будем думать о том, как против них играть. Что мы будем применять за секретное оружие, какая шутка. Есть секретное оружие. Подъезд в ту или иную команду. Безусловно, будет какая-то тактика. Есть люди, которые нам помогают в принятии подобных решений. Это и редакторский состав, и есть группа менторов, можно сказать так, которая нам помогает в этом процессе. То есть, крымская команда подготовлена, как нам надо. Александр Густен, от лица всего телевидения крымского желаем вам победы. И хочется пожелать вам достойно представить нашу славную республику на таком высоком уровне. Ну, а я напоминаю, что в гостях у нас был Александр Гончаров, член команды КВН «Полуостров», и Рустам Ибрагимов, который также играет в команде КВН «Полуостров». Мы еще раз желаем вам удачи, а наш эфир продолжается.